Hi all! С вами Полосатый и это Школа Doom. Сегодняшний выпуск о том, как грамотно настроить игру, получить максимальный FPS при комфортной графике и быстро прокачать персонажа. Для начала заходим в Steam, выбираем свойства для игры Doom и во вкладке «Установить параметры запуска» прописываем плюс ком скип интро видео 1 пробел, плюс ком гейм мод 2. Теперь Doom у нас будет грузиться без длинных заставок и сразу же в режиме мультиплеер. Уже в самой игре, в параметрах, заходим в первую вкладку. Стандартный прицел менять смысла нет, хотя единственная альтернатива, маленькая точка, для некоторых видов оружия типа ракетницы вполне удобно. Я бы здесь поэкспериментировал, исходя из того, из чего вы любите стрелять. Идем дальше. С новым патчем появилась опция положения оружия по центру, как в классическом Doom. Но я советую вам следующий вариант. Включаем эту новую функцию, а затем убираем галочку «Показывать руки», чтобы вообще не отображался ствол. Дело в том, что некоторые модели пушек реально загромождают экран или отвлекают своими спецэффектами. А тут тебе никаких огненных вспышек от пулемета и искр от шафта. В итоге, без видимого ствола легче попадать из ракетницы, плазмогана и много чего еще. Ну а положение оружия, как в классическом Doom, банально оцентрует траекторию выстрела, так как без этой опции снаряды будут вылетать из точки, смещенной чуть вправо. В настройках видео многое зависит от вашего компьютера и предпочтений. Если у вас передовое железо и вы любите наивысшее качество графики, так и играйте. Doom действительно отлично оптимизирован и очень красив. Если у вас среднего уровня компьютер, то понижение качества видеонастроек вам даст хороший прирост FPS, при том, что картинка в игре кардинально не поменяется. Если же у вас откровенный слабый ПК, то, скорее всего, без апгрейда вам никак не обойтись. Весомый параметр, который влияет на FPS – разрешение экрана. При 1920 на 1080 картинка более эстетская, но я все свои видео уроки писал в 1280 на 720, так как на более высоком разрешении мне не хватало кадров и плавности. Также дополнительный FPS вы получите, если отключите размытие в движении. Этот спецэффект чуть смазывает изображение в момент поворота мышью, но в бою это мешает. Вертикальная синхронизация. Если частота обновления вашего монитора 60 Гц, а число FPS в игре, выдаваемые компьютером, больше 60, на экране могут появляться неприятные горизонтальные полосы и что-то типа рябия. Увидеть полосы в данном ролике нельзя. Это заметно именно на дисплее монитора. Просто монитор не успевает отображать все эти FPS. Тогда синхронизацию включают и картинка становится более чистая. Но и движение мышью при этом делаются скованными и вдобавок падает производительность, особенно в сценах с большим числом игроков и объектов. Поэтому в шутерах обычно синхронизацию все же не применяют. В новом Doom по умолчанию предлагается вариант адаптивный. Синхронизация включена, но для моментов массовых сцен FPS не проседает. Для себя я еще не решил, использовать адаптивную синхронизацию или отключать ее совсем. У меня монитор 60 Гц, а видеокарта выдает больше 100 FPS на разрешение 1280. И картинка не такая плавная, как хотелось бы. Еще раз скажу, что заметно это только в реальном времени, а изображение на итоговом видео получается комфортным. Но если я включу адаптивную синхронизацию, то буду расплачиваться за это вязкими движениями мышки. Два следующих параметра возможно отнимут немного FPS, но вряд ли это будет ощутимо. Сглаживание выбирайте последнее из списка. TSS AA8TX. С ним картинка будет плавнее. Также есть смысл увеличить поле зрения, так называемый FOV. Вы сможете видеть чуть больше по бокам, и у вас появится ощущение более быстрого геймплея. Лично для меня оптимальное значение 100. Гамма-коррекция, ну можно на 1 десятую поднять, чтобы мрачные карты стали чуть светлее. Переходим в расширенные настройки. Здесь есть несколько предустановок общего качества картинки. В варианте низко все эффекты станут минимальными или отключатся. Но интересно, что графика от этого почти не пострадает, и Doom останется таким же красивым. Если же вам все равно хочется хоть каких-то эффектов, ставьте ультраграфику, а затем вырубайте следующие параметры. Качество освещения, качество теней, качество направленного затемнения, качество отражений, качество частиц и HDR Bloom. В мультиплеере их отключение дало мне прибавку примерно в 10-12 FPS, а остальные параметры вообще не повлияли на быстродействие. Еще один способ увеличить FPS – понизить масштабирование разрешения. Это второй пункт в расширенных настройках. Причем вместе с общими пресетами он не меняется, всегда остается 100%. Так вот, если вручную поставить, например, 90%, изображение у вас искусственно растянется и станет чуть менее резким, а количество FPS реально возрастет. Масштабирование можно поставить еще меньше, и тогда вы получите эффект, похожий на R-PicMip в Quake 3 – эдакую размытость текстур, которая по-своему удобна в перестрелках. А в тех же расширенных настройках, четвертый пункт с конца – степень увеличения резкости. Подняв ее, вы компенсируете размытие графики. Пожалуй, это все настройки. В Doom также работает консоль, но ее возможности гораздо ниже по сравнению с тем же Quake. Чтобы увидеть варианты команд в Doom, напечатайте в консоли любую букву и нажмите Tab, и тогда вам покажут все, что начинается с этой буквы, а также выведут описание, если набрать команду целиком и нажать Enter. Из полезного в консоли можно оперативно поменять угол обзора, команда G-Fov, или чувствительность мыши, M-Sensitivity, или же тоньше настроить команды M-Pitch и M-Yav, которых нет в стандартном меню. Напоследок, несколько советов по прокачке персонажа в новом Doom. Чем выше у вас уровень, тем больше видов оружия, демонов и испытаний вам доступны. Получив 50-й уровень, вы переходите на следующий эшелон. На данный момент вершина – это 50-й уровень 10-го эшелона. Зарабатывать же опыт для повышения уровня очень легко. Во-первых, просто играйте. За фраги, за ассистирование, за победы, за все дают очки. Даже за поражение и отсутствие фрагов вам выпишут минимальные полторы тысячи опыта. Умирали меньше всех в бою? Забирайте свою награду и опыт. Прыгали чаще всех на карте? Получите – распишитесь. Собрали больше всех аптечек? Отметили убийство врага насмешкой? Подобных задач почти 100 штук. И это не считая испытаний, связанных с фрагами из разного оружия и в разных режимах. Да-да, чем активнее вы меняете пушки, демонов, снаряжение, тем быстрее вы будете зарабатывать еще один вид опыта, у которого есть свои подуровни. Все это можно подробно изучить во вкладке «Профиль» в главном меню. Ну а на этом все. С вами был Полосатый.